Президент поставил задачу отказаться от фермы за пятилетку построить технологичные молочно-товарные комплексы. Александр Лукашенко подчеркнул, никто не запрещает строить такие объекты, если это по карману хозяйству. Но ранее было дано поручение определить оптимальный по качеству цене проект, который будет использоваться по всей республике. Школы Беларуси начали подготовку к новому учебному сезону. Работа начинается задолго до 1 сентября. В зданиях активно идёт ремонт, замена оконных блоков, обновление стадионов, ремонт кровель и фасадов. Только в Минской области на это выделено более 50 миллионов рублей. В этом году впервые откроются двери для 23 тысяч первоклашек. Кооператоры Могилёвской области заготовили клубники на 35% больше прошлогодних объёмов. Если в 2022-м собрано 161 тонна ягоды, то в этом более 217. Сейчас набирает обороты черничный сезон. Средняя цена колеблется на уровне прошлого года – от 2 рублей за кило. Дары леса пойдут не только на внутренний рынок, но и будут поставляться в Россию. В Быхове мальчика засыпало песком. Трагедия случилась 11 июля. Три подростка на велосипедах добрались до карьера на окраине районного центра и принялись карабкаться вверх по откосу. В итоге грунт обвалился. Один ребёнок оказался засыпан. К сожалению, спасти его не удалось. Следственный комитет проводит проверку. Бобруйская группа «Скайнет» выступит на Славянском базаре в Витебске. Автор текстов и музыки – Иван Пономарёв. За свою более чем 16-летнюю историю музыкальный коллектив завоевал сердца многочисленных фанатов со всего мира. «Песни сиять, кто я с тобой, Каханная, ты не такая, кометы», покоряют топы различных чартов и хит-парадов. Фестиваль уже начался и пройдёт до 17 июля.